Открытая студия Федерал Пресс продолжает свою работу на международной промышленной выступке Иннопром. В эти дни работаем в Екатеринбурге, говорим об устойчивом развитии и стратегиях обновления. В нашей студии генеральный директор Томес Максим Анатольевич Ярков. Добрый день. Здравствуйте. С чем завод Томес приехал на Иннопром? Что показываете и какие наиболее яркие образцы вы готовы представить на этой выставке? На самом деле мы участвуем в составе стенда Ленинградской области. Продукцию в этом году мы свою сюда не выставляем, но тем не менее там предоставлены рекламные буклеты на весь спектр нашей продукции, в том числе, которая сделана в рамках импортозамещения за последние годы. Освоена завода. Ну, я так понимаю, что это дорожные машины, да? Да, у завода очень широкий спектр выпускаемой продукции. Основной продукцией у завода исторически на данный момент пока остается это комбинированные дорожные машины для содержания дорог, для очистки снега, подметания, обработки противогололедными реагентами, в летнее время для поливки. Но начиная с 2014 года акционерами и учредителями завода было принято решение по диверсификации продукции. И за эти годы мы уже освоили и вакуумные подметальные машины, и мусоровозную технику, и технику для ремонта дорог, в частности, заливщики швов. И в рамках НИОКР совместно с компанией Коминвест АКМТ, НИОКР был от Министерства промышленности и торговли, мы даже изготовили асфальтобетонный завод на нашем заводе. То есть у нас спектр продукции очень широкий. Я правильно понимаю, что такое решение было принято в 2014 году в связи с тем, что необходимо было импортозамещать дорожную технику? Да, абсолютно верно. Если вы помните, первые санкции недружественных стран, в дальнейшем было постановление правительства Российской Федерации 656 о закупках товаров, по государственным закупкам товаров российского происхождения. То есть производитель должен был подтверждать, что данное изделие сделано в Российской Федерации. В дальнейшем уже появилось еще и 719-е постановление правительства Российской Федерации, которое огласило о том, какие технологические операции должны выполняться на предприятиях производителя, чтобы также подтверждать происхождение российское. И в связи с этим, конечно же, было принято решение, так как с рынка уже на тот момент по государственным заказам ушли очень много производителей коммунальной техники, дорожной, в частности, вакуумной подметальной машины, например. Было принято решение это осваивать, и мы это успешно делаем. И есть в реестре Минпромторга с подтверждением, что наш товар является российского происхождения. Вот на этом пути импортозамещения какие задачи вам оказались, наверное, самыми сложными? Самая сложная, наверное, задача – это была конструкторская разработка. В этом плане, конечно же, нам помогла наша головная организация, Коминвестер КМТ, у которой очень сильный состав управления главного конструктора. У завода тоже есть конструкторы и технологи, в частности, по данной продукции, которую мы, начиная с 2014 года, диверсифицировали в основном разработки УГК Коминвестера. А нам было это сложно внедрить, как говорится, в железе, потому что это и проработка закупок, это проработка технологической документации, прежде всего, то есть техпроцесс нужно выстроить. В дальнейшем всегда при изготовлении опытного изделия бывают, возникают какие-то либо сложности, где-то могут быть неточности в конструкторской документации, где-то в производстве что-то технологически неправильно изготовили, поэтому по ходу изготовления опытного изделия, конечно, должны вноситься все коррективы, чтобы потом ставить уже на серию. Как решается вопрос с комплектующими? С комплектующими, на самом деле, как только началась специальная военная операция, мы все понимали о том, что сразу же санкции, запреты. Мы уже в тот период начали прорабатывать комплектующие, которые попадали в группу риска. Я скрывать не буду, много использовалось европейского производства и даже американского производства. По большей части это, конечно, высокотехнологичные продукты, такие как гидравлические распределители, гидравлические насосы, гидравлические моторы. Но на данном этапе уже, конечно, у нас многое проработано с нашими друзьями из Республики Беларусь в частности. В Российской Федерации есть тоже производители, и мы усилены с ними, хотя мы и раньше с ними сотрудничали, еще более усилены с сотрудничеством. Ну и, конечно же, пока этого не было, но, тем не менее, на всякий случай прорабатывали китайские производители. Что-то даже из Китая уже есть и куплено, как опытные образцы, на что мы будем уже... Соответственно, нужно нашу продукцию тоже переформатировать, опять же, сложность с тем, что многие продукты нужно вносить, опять же, изменения в конструкторскую документацию и опять по новой осваивать. Нам, видимо, так на судьбе написано. Какие ваши конкурентные преимущества на этом рынке в сравнении с другими игроками? Ну, вы знаете, рынок действительно большой, в этом сегменте действительно очень серьезная конкуренция. Производители... Бывает несколько ступеней, скажем так, в соотношении цена-качество. То есть есть производители, которые делают подешевле, вот. Ну, есть покупатель на этот продукт, вот. Мы себя перечисляем к премиальному сектору, вот. И наша продукция, мы, конечно же, за ценообразование мы тоже боремся, стараемся оптимизировать различные процессы, но наша продукция не является дешевой, вот. И мы за свое качество отвечаем. Вот, например, если взять машины КДН, мы считаем, что у нас самые крепкие отвалы, вот. Очень хорошо, грамотно продубленные распределители реагентов. Ну, и по гидравлической системе у нас, мы считаем, она очень надежная. В общем, качество стоит денег. Да. Закон рынка, в общем. Да, закон рынка. Плюс, конечно же, сейчас вот тоже приоткрылось окно возможностей. Не секрет, что на нашем рынке есть и коммерческие организации, в частности, те, имеется в виду дорожные уборочные, которые обслуживают федеральные трассы, вот, в частности, предприятия Росавтодорга. И они, в основном, вот, в основной своей части покупали все импортные. То есть, они покупали импортное оборудование на импортных шасси. Сейчас вот это окно возможностей приоткрывается, и мы надеемся, что мы в эту нишу будем заходить и поставлять продукцию не хуже импортных. Как Вы решаете вопрос с поиском кадров? Чем привлекаете к себе? Где ищете? Ну, кадровый вопрос, прежде всего, по высококвалифицированным инженерам, конструкторам, технологиям, и высококвалифицированным рабочим. Это действительно проблема по всей стране. Мы стараемся, во-первых, рекламировать. У нас, например, если взять касательно рабочих, мы сотрудничаем с местным колледжем в городе Тосново. Мы приглашаем и участвуем в мероприятиях, есть такие в Ленинградской области, возможно, не только в Ленинградской области, дни открытых турникетов. То есть, мы приглашаем школьников, проводим с ними экскурсии, мы как бы уже не даем понять, что, ребята, учитесь, это перспективно, на самом деле. Потому что высококвалифицированные рабочие сейчас достойна зарплата по всей стране, так как их не хватает, за них борются. Мы также прорабатываем с одним из институтов в Санкт-Петербурге возможность предоставления практики на территории нашего завода, в частности, конструкторам и технологам. Я надеюсь, что с этого года мы начнем, и ребята останутся у нас. Сейчас вот все меняется. Мы обращаем внимание, что последние несколько лет ситуация обменяется. И те ребята, которые хотят зарабатывать, они понимают, что нужно учиться, получать технические специальности. То есть, рынок IT, он же тоже не безграничен, правильно? То есть, есть те рабочие... Это вы к тому, что все пошли в айтишники? Да. Ну, одно время, вы помните, все шли в юристов и экономистов, потом все пошли в айтишники. А вот сейчас все-таки рабочие специальности, инженерные специальности, они, я думаю, что рынок труда, он сам все поставит на место. У нас в студии был генеральный директор Томес Коминвест АКМТ, Максим Анатольевич Ярков. Томес Коминвест АКМТ, Максим АКМТ, Максим АКМТ, Максим АКМТ, Максим АКМТ. Томес Коминвест АКМТ Томес Коминвест АКМТ